Самый наш первый тикток. Что он сейчас сказал? Я монтировал 4 дня. За это видео мне прям стыдно. Ты хотел кринж получай? Заработал первый миллион рублей. Просто ниже пояса удар. Ну это было давно. Вот это роза. Верни, вот так, танцуй все. Давай, пацаны, давай. Слушайте, друзья, мне надо с вами кое о чем поговорить. Помните, я вам рассказывал, что из-за Дейли влога я выгорел? Мне психолог с сервиса Явс посоветовал вернуться частично к моей прошлой жизни. Ну, как это, короче. Отдыхать и восполняться так, как я это делал раньше. Потому что, когда я начал пилить Дейли влог, как выяснилось, у меня выходных вообще нет. Ну, вы же мои начальники, и как у начальников я у вас взял один день выходного. И поэтому я вернулся к своей старой жизни. Вернулся в свой закрытый бойцовский клуб. Я буду поздравить в клуб, поздраво не было видно. Да, я знаю, спасибо. Просто снимал Дейли влог, и как-то было не до драк. Кто сегодня мой соперник? Сегодня с вами будет драться до дверь гола. Да, это я. А сейчас бой! Ладно, ладно, я утрирую. Рекламировать, потому что я им сам пользуюсь. Если у вас тоже выгорание или какие-то другие ментальные проблемы, то я вам очень советую попробовать. Там очень простой порог вхождения, и только отобранные и квалифицированные специалисты. Я понимаю, что это не самое такое простое, на что можно решиться, но поймите, это вообще не страшно, и плюс это абсолютно конфиденциально. Ну, то есть, если бы я вам не рассказывал, вы бы, наверное, сами не знали, что я там занимаюсь, но я вам рассказываю, вдруг кому-то тоже некомфортно, и вы тогда можете обратиться туда. Сессии проводятся онлайн и прямо на сайте, и поэтому можно с психологом общаться когда угодно и где угодно, а с промокодом КУКАЯКА у вас будет скидка 20% на вашу первую сессию. Экономите, а значит, меньше стрессуете. Так, ну что же, продолжим смотреть наше новое видео, не забудьте поставить большую палец, вот этот вверх, внизу подписаться, нажать, все это дело сделать, а я уже мечтаю, когда поскорее наступит мой новый выходной, и я вернусь к тому, что меня наполняет прям по-настоящему наполняет круто, знаете что? Продавать турецкие джинсы. Ну, не совсем, так? Ладно, да ладно, шучу, конечно, с семьей тусоваться. В общем, ладно, смотрим новое видео. Так, ну что же, всем здравствуйте, мы сегодня приехали, точнее, вчера приехали с дачи, у Васики понесли сопли пузырями, да? Чуть-чуть приболел, и мы поэтому понимаем, что такие, ну, влог снимать сейчас не самое интересное, еще сидим дома. Решили поностальгировать, точнее, покринжировать и посмотреть свои старые тиктоки. Если кто-то на ютюбе не знает, мы тикток-суперзвезды. До момента, пока его не заблокировали, было 8 миллионов подписчиков. Семь. Ну, там, семь, восемь, семь, семь, запятая восемь. Прикиньте, на каких селебов вы смотрите, это тут мы, начинающие утуберы. Это как, знаете, таксисты говорят, это у меня временное, ну, временное, я так, на самом деле, у меня бизнес, вот так же и мы, мы, на самом деле, тиктокеры. Все, теперь мы ютюберы, в большой, в большой игровой. Телеграмеры, утуберы, выкакеры. Видите, как я умею? Бомжи мой. Балдеж вообще. Тиктоки? Это собрало бы миллионы. Я отмотал в самое-самое начало, потому что 8 миллионов, они пришли к нам не так, что мы такие, прям, и все, и остались, ой, я отмотал в начало, а она что скинула? Вообще, это было интересно. Я помню, как приехал племянник и сказал, типа, тикток, вообще супер пушка, такая крутая соцсеть. Я скачала тикток, посидела в нем неделю, удалила, говорю, не-не-не-не, какая-то... Короче, можно, что ли? И после этого мы начали снимать тиктоки. Ну что же, первый тикток, самый наш первый тикток. Готова посмотреть? Вась, ты тут даже, по-моему, еще не участвовала. Когда пенсионеры скачали тикток и не могли в нем разобраться. Что это у нас на лице вообще такое? Это маска серебряная. Ты просто сказала, намажь мне тоже, я говорю, давай тикток снимем. И сняла. Вот если бы не маска серебряная, то вполне возможно, тикток бы мы и не начали снимать. Вот первый тикток с Василисой. Что она сказала? Что она сказала? Что она еще сказала? Год нашего существования в тиктоке первым, можно так описать. Мы просто примеряли маску. Почему у молодых залетает, а у нас нет? Зато первый комментарий, лучший семейка. Мне кажется, вот этот вот топчик у нас был. А нет, подожди, а с Васей что это вы такое делали? Это мы делали нет. Тихо-тихо-тихо. Я сейчас первых секунд пять не замечал, что сверху идет этот таймер. И у меня ощущение, что люди просто не понимают, что делать в тиктоке. Такие... Йоу! Мы такие... Йоу! Сарафан у тебя, конечно, Вася чмошный. Вообще. Бабочки какие-то. Мы как будто сразу бэушные нашли где-то. Я забыл сказать. У нас же будет с вами сегодня главный приз. У меня есть тайный приз. Коробка. Я специально заказал кое-чего подарочек. Тому, кто выберет самый кринжовый тикток из нашего прошлого, тот получит в коробке из подобного супер-приз. Тихо-тихо-тихо, Вася выбирает, Вася выбирает с пердаком Федя. Вот, парень. Что, все закончилось? Да. А, я думала, что это продолжение будет. Полное, вообще. Да, я посмотрю еще. Полное начало. Что вообще ты снимала? Я пыталась просто контент делать. Контент. Собаку задницы развернула в камеру. У него попа смешная. Я смогу на этом зарабатывать. Я смогу на этом зарабатывать деньги. Дальше. Круто, кстати, возьму. Ну, расскажи, конечно. Кто ограбил склад? Почему вы, как директор склада, не были на складе? Куда делись все макароны? Вася, ты вообще плохо разговаривала? Вообще, она молчит стоит. Это вообще не разговаривала называется. Я вот выбираю. Тяжелый люкс называется. Дай посмотрим с мамой. Ты был режиссер этого. Я знаю, как же я это придумал. Этого тиктока. Ой, как хорошо. Словно в позор прыгнул. Если я не ошибаюсь, это будет вообще первый тикток, который довольно-таки сильно залетел. Ну, не сильно, но он хорошо зашел. Да, идея была точно хорошая и заинтересовалась. Типа, мы тут пошли набирать продукты. Я не очень люблю, но это было очень мило. Хочу больше таких походов в магазин. Посмотри, что из этого получится. Типа. Три года тебе там, Карапузина. Причем это начало двадцатого года. Три года и два года. Здесь даже два, да, два с половиной. Слышишь, как она говорит? Малевишка. Ага. Мама. Мама будет пить? Малевишка. Малевишка. Не будешь пить, конечно? Конечно, да. Я помню, у тебя была любовь вот этих вот увеличений постоянно. И шапок странный. Вот это я точно выпью. Ой, хватит, пожалуйста. Васюша, пойдем, нам хлеба надо домой купить еще. Хороший пить. Так, мы взамен чего? Взамен йогурта. Так, это мы убираем. Какой длинный тикток. О, все, кончился. Он набрал на данный момент 462 тысячи. Я прям помню, тогда это был прорыв. Мы что-то заливали там 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. А это такое типа 1250-300 улетел. И следующая часть вторая набрала 478 даже больше, чем первая. А вторая ведь еще даже больше набрала. Кстати, у нас есть целый канал с этими старыми архивными видосами. Мы сделали канал шортсов на ютубе. Поэтому ссылка в описании. Переходите, подпишитесь. Там прям старенько. А скоро будет что-нибудь новенькое. Кукаяки шортс. Кукаяки шортс. Кукаяки шортс. О, Люся, Чуся. Вааа. Тут должно быть. Генса. Давай еще. Да у нас сейчас тогда очень актуально детский мультик попадал. Режиссер Денис Александрович. Я новый гайдай. Гайдай? 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 А для этого звука он писал в туалете? Что-то не получалось, приходилось переписывать. Этот тикток я монтировал 4 дня. О, это что, в одной бутылочке получается 3 бокальчика всего? За любовь. Ииии, твоё любимое. Любит, когда увеличен чей-то нос. Кроме моего. Я вот это хочу. Оказывается, найдены там макароны, которые были пропавшими, да? Ну не, с Васькой не может быть кринжат, с Васькой. С Васькой сразу была звезда. Стоп, у нас сработал один раз. Федя с Леной, это уже бы мы поймали хорошего, хорошего кринжа. Запускаем вторую часть, посмотрим. Мне кажется, здесь тоже будет хорошо. Аффирмации на рост волос. Да. Каждый день мы их пели. Леной, это же самое. Вот это? И во-первых, это просто, это. Без тебя в жизни нет, я не могу найти, столько нижний стене. Свои кровати ещё маленькие. Ээээ. Без тебя в жизни нет, без него нет. Может моего, я в видеогидый, кто смотри без роза вот это. Обняться хочется? Да. Смешно написали. То же самое про вино можно снять. Ну какое вино? Вы что? Конечно. Давайте. супер учитель отец проводит эксперименты для научных экспериментов для дочери вот я бы мой ты уиды галичный смотрелся это увидел и решил это вам показать и вот это тогда порвало цветок наш видимо этот лайфхак начали все проверять либо репостить и вот видишь хорошо я показала видео тогда у меня еще педагогическое образование поэтому ничего не получше если рассуждать это же реально круто мастер по подросток эксперимент что-то запомнил из него что надо что делать запомнил из этого эксперимента что делать что подписывайтесь на канал а мы идем дальше мы кстати вообще были единственные тиктокеры туда ну не знаю слова врут мы старались снимать какие-то свои видео может быть похоже отчасти на тренды были на какие-то но вот и просто переснимать тренды это мы не делали и мы никогда не танцевали под треки то есть что мы стали популярными в тиктоке только тогда когда мы начали в принципе снимать нашу жизнь тогда стало гораздо сильнее все заходите получатся да эндрю эндрю ну вы уже знаете а он сказал а у вас вы уникальны тем что у вас есть ваш мир и такого мира нет ни у кого мы снимали вот такие тиктоки где лена зажигала свечи добывала огонь ребята возвращаемся к истокам напишите прямо сейчас в комментариях верите ли в то что сейчас это получится как вы думаете получше не получится вот вы как думаете получше одевать получено вообще свечка должна быть вытянута да дело в этом а сейчас секунду давай задувай поставь на 8 давайте гай зачем это вообще делаем просто мы съели смотрели кринжовые тиктоки и таки да кринж давайте повторяюсь очень низко тут просто дым из реально дело принципа я сдаюсь просто что такое-то обнимай что папа не заплакала когда это не получится нет вы должны верить тикток который залетел ну да и зачем показывать те кто залетели надо же искать саму шляпу а вот она я и узнаю а итак пиу 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 хорошо же хороши мне нравится слушай ну на самом деле я удивлен особенно к васика появилась у нас не так но Когда Вася начал чаще сниматься, у нас не так много уж прям кринжовых тиктоков. Я говорю, как ты убегал, это, ну, очень смешно. А, вот, я знаю, вот за это, за это видео мне прям стыдно. Привет, тикток. А вы знаете, что будет, если в обычную воду из-под крана добавить морскую соль и мандарин? И что будет, если положить в такую воду мандариновую кожуру? Смотрите. Ничего, это смешно. Ты чё, это такая дурка смешная. Фиг знает, я, короче, почему-то есть дурки дурками, а есть вот такие. Помни, вилки-палки. Вот согласен, я просто потратил время людей, из-за этого мне стыдно. Вась, ты готов получать подарок? Да, мама, давай, заноси. Что это такое? Ты чё, полиция? Фиг, размером тебе дом купили. Васюша, ты посмотри, сколько тут всего. Ещё пятьдесят. Твой дом? Да. Ой, котька. Помните эту квартиру вообще? Мне кажется, это так много в нашей жизни делала, поменяла. Она вообще кардинально многое поменяла. Потому что это вообще была первая квартира, в которой мы переехали и стали жить отдельной ячейкой общества. Девчонки, если вы, ваш парень, не съезжает с вами, не переезжает, успокойтесь. Ну, может, не успокойтесь. Знаете, мы с Леной переехали от моих родителей, когда мне было 30 лет. Ну, видите, у меня тридцатка знаменательная была. Я заработал первый миллион рублей. Мы заработали с парнями на троих. То есть, фактически, мы заработали по 300 тысяч рублей каждый. Но я его почему-то присвоил, как именно миллион рублей. Типа, первыми. Ну, он запомнился миллион рублей. Мы его так ждали, сидели вот так над СМСкой с пацанами. Ждали, когда СМС купили. Она упала. Все потратили его на всё, что можно. Мы закрыли кредит и переехали на всё на квартиру. Да? Что-то такого. Давайте подведём итоги по кринжовому тиктоку. Я думаю, что победитель... А для меня победитель очень понятен. За самый кринжовый тикток из кукаяковского тиктока получает его, конечно же, кто? Елена Кукаякова. За кринжовый тикток кринжовый подарок. Мне даже нечего чистить этой губкой. У меня нет такой обуви. Губка для обуви. Бесцветная. А я думал, айфон. Я поэтому и положу то в коробку. Все кринжи посмотрели, поэтому... А для меня подарок. Да нет, это не самая кринжовая. Ещё кринжи есть. Более кринжовые кринжи. КВН. Команда Яхт Клуб. Ты хотел кринж, получай. Игра просто ниже пояса удара. Ну, эх, ох. Как тебе наша форма? Красные штаны, белые рубашки. Я помню, ты из этих штанов ещё и шорты себе делал. Ну, было дело, да. Мы форму допобедного использовали. Это было выступление в Нижнем Новгороде. Парк дубки. Три девушки и выходит полицейский. Как думаешь, что сейчас будет? А, ты здесь уже в шортах. Я уже в шортах иду. А, это уже шорты. Нижегородская милиция, здравствуйте, девушки. А что это мы тут стоим? Что сейчас девушка отвезет? Я не помню. Ну, так не надо помнить, предположи. Это же юмор. Автобус ждём. Флэш-моб. Флэш-моб. Дорога, это тебе. Что это? Что будет дальше? А где пиво? А где пиво? Кто это? О, простит. Вот. Спасибо. Смеются только девочки, которые явно кушают такую рыбку. Ну и напоследок, самое сладкое. Поздно-поздно ночью. А вот этот номер мы придумали феноменальный. Показали его в Сочи. Это был инновационный ход. И потом одна большая КВН-команда сделала ровно такой же, только в высшей лиге. И мы тогда решили, что украли он нас начистою. Дорогой, что случилось? Дорогая, мне приснилось, будто мы спим стоя. И на нас смотрят тысячи глаз. Откуда? С потолка. Ушко, бомба, вот это смешно. Не зря губку выиграла, не зря. Кринж-эксперт вообще. Ну что, вроде все, посмотрели всю кринжатину. Нет, не все. Золото. Золото, которое нужно закрыть в сундук и никогда не открывать. Стоп, а зачем ты это? Что за сундук? Зачем ты уже приоткрываешь этот сундук? Ты лежала себе в интернете и лежала? Не надо ничего показывать. Ну это было давно, это было еще до 100 совет-шоу, даже я принимала там участие. Человек, прирожденный, контент-мейкер. Мейкер, да. Контент-мейкер. 24 февраля 2008 года. Это видео я зачем-то залил в интернет. Вот это роза! Я говорю 2008-й, точно. Восьмой его папа был. Не, не хочу досмотреть. Такую ужасную. А мама так не считала. Ну, слабонервных и людей с подвижной психикой прошу отойти от экранов. Начинаем. Чего за молодежь пошла? Да, да, давай. Вот спорт. Господа, любят. Сегодня будем танцы учить, танцевать. Урок первый. Макарина. Вот моя команда, ученики мои. Это мы, короче, снимались с друзьями моего детства. Появился контакт. Я говорю, пацаны, давайте делать реалити-шоу. Давайте каждый день выкладывать задания. Реалити-шоу, представляете? Просто у человека вот созрело. Ээээ, давай, начинаем. Урок первый. Давай. Макарина, макарина, макарина. Макарина. Урок первый. Макарина. Почему все ржут? Я ничего не понимаю. Ничего же не происходит. Да это смешно. Макарина, макарина. Ну давай, остальни, яйца, остальни. Вот так вот, танцуй. Все, давай, мацаны. Давай, давай, давай. Я не хочу возвращаться в кадр. Это было странно. Это надо было в тот момент говорить, что это было странно. Я везде дико жирный, вообще не могу понять. Потому что ты похудел только в 2009-е, а это 2008-й. Сегодня мы узнаем... Почему я так делал? Почему она постоянно началась? Сегодня мы сегодня... Во-первых, у тебя там были проблемы с зубами. И ты, возможно, таким образом скрывал. А, у меня пуль... Да, у меня эмаль слетела с зуба. И кто посмотрит первые сезоны, мне нравится рассказать, друзья, я дико комплексовал. Я дико зажимал губу, так, у меня, чтобы кажется, как-то разговаривать. Не было... Ну, не было денег на соматологию. И приходилось выкручиваться. Физика молекулярных воздействиях на... При нагреве... Какой жирный, во-вторых жирный, я не могу смотреть на это. Можно я смотреть буду дальше? Давай. ...ядер ядра. Поступательные движения синхронитронных фазотрон яичников ядрон. Все поднимаются градусы вверх по вот этой чудесной формуле. Спадают до тех пор, пока не попадают вот сюда и тут. Ты знаешь, что будет? Ты помнишь, что будет? Ну, чтобы с конца, да, я помню. Знаешь, что я снимал? Я. Да, заслуженный оператор. Тот человек, который подкидывался на все мои идеи. Обратно поступательные движения, что и приводит нас к бесконечности и к такому чудесному графику. Тебятейку-то где-то взял еще. И раз, два, три. Это твой отец. Фу. А ведь тогда так все говорили, кроме тебя. Я не знаю, как ты так меня перетерпела, вот эту мою... Блин, я вот не могу сказать, что я, ну вот, я даже не помню такого, что какое-то там отвращение было или что-то еще. У меня нет такого яркого впечатления, что ты прям был, ну, типа, ну да, ты был толстый. Но он же, как бы, постепенно же, как сказать, наполнил. Он же постепенно пополнил. И потом, как бы, ну, получается, и скинул примерно так же. Я вот не помню, что просто, ну, ты раз такой, и я такая, фу, какой-то жирный. Ну, у меня не было, даже мысли. А на этом все. Наш сегодняшний кринж-парад закончился. Напишите, понравился вам такой выпуск или нет. Интересно, а люди могут посмотреть ВКонтакте другие видео вот эти вот? Я не буду палить, как это найти. Ну, честно, я не хочу, чтобы люди находили. Пишите мне ее. Не пишите никуда. Как называется группа, и там есть другие видосы. Это шака. Вот вы посмотрели твои видосы, на этом хватит, пожалуйста, друзья. А сегодня поставьте большой палец, не забудьте подписаться на канал. И все, увидимся завтра, пока. Как бы это можно считать, конечно, дичайшим кринжем, но, ты знаешь, я тоже была не суперхороша, там, не знаю, в каком. Да ладно, я была всегда хороша. Да нет, конечно. Ты, благодаря вот этому всему, то есть ты контент, видишь, ты делал реально с 2008 года просто у тебя вот это модератор просто идейный твой, ой, генератор идейный в голове. Он просто у тебя пулял каждый раз идеи, и ты никогда не останавливался, ты делал, ты пробовал. И благодаря этому, смотри, вот ты сейчас какой. Какой? Возможно, если ты тогда это все не делал, а типа, знаешь, подобил в себе это, не стал бы пробовать, возможно, ты бы и не развил эту любовь к этому у себя. Согласен, согласен. Я не стыжусь этого, это, потому что дорога стелится под ногами идущего. Абсолютно точно. Кезаро тоже не сразу их синтуки придумал. Все. Согласен. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok